Страна ФМ и Спортэкспресс представляют 1 апреля. Совершенно я бы не удивился. Сергей Игнашевич возвращается в сборную. А почему 1 апреля? Я видел вчера реакцию своих коллег по Спортэкспрессу. Все были в ступоре, потому что Сергей Игнашевич родился в 1979 году. То есть, чтобы понимал, допустим, молодежь, это было еще при Брежневе. Человеку летом 4 июля, если я не ошибаюсь, исполняется 39 лет. Прощался, прощался, прощался. В результате все поняли, что лучше защитников нет. И Сергей Игнашевич возвращается в сборную России. Пока весь загнивающий Запад плачет. Иниеста уходит из Барселоны. Барселона плачет. Италия плачет, уходит Жан-Луиджи Буфон. Арсен Венгер уходит с поста главного тренера Арсенала, где он там сидел четверть века. А у нас возвращается Сергей Игнашевич в сборную. Такие новости, они, конечно, заставляют думать, что ты еще не такой старый, еще молодой. Поэтому еще есть шанс выразить себя в большом спорте. Ведь как пелось в мультике моего детства, кто себя выразил в спорте, тот молодец, тот молодец, тот молодец. Это Остросогрович. Поэтому, дорогие друзья, берем мячики, выскакиваем на спортивные площадки страны. Мы еще своего последнего слова в большом спорте точно не сказали. Как вы бодро начали, Алексей. Ну, не знаю, пока с мячиком повременим. Но, тем не менее, вчера же Валерий Газаев, целая такая у него была крик души, что почему не берут Игнашевича, почему не берут Березуцких, куда вы всех сильных игроков подвинули, кого вы берете. И тут раз, прям, ему ответ с небес. Валерий Георгиевич, естественно, переживает за и Сергея Игнашевича, и братьев Березуцких, потому что, конечно же, это его воспитанники, во многом именно он сделал их. Если на карьере Сергея Игнашевича, наверное, еще сказался и Юрий Семин на первых парах, то, конечно же, Газаев. Именно при Газаеве они начали играть в сборной России. Было это еще в далеком 2002 году. В общем-то, выходит, что за 15 с лишним лет в России лучше защитников не родилось. Конечно, понятно, здесь сказались и травмы. Да, получили травмы Джики, Камболов, Васин. У кого-то, я имею в виду, из защитной линии есть травмы и в полузащите, и в нападении. Ну, так или иначе, вот Сергей Игнашевич возвращается. Вернутся ли братья Березуцкие? Конечно, сейчас все говорят, давайте их вернем. Всех давайте. И у нас защита, три защитника с общим возрастом, там, порядка 110 лет. Ну, наверное, Салах и Суарес испугаются, когда это увидят. Вот, ну, так вот, такой вот у нас футбол интересный. А вот травмированный Камболов, он же молодой совсем еще. Да, да, ну, не совсем молодой, но в точном возрасте, скажем, порядка 26 лет. Ну, я просто к тому, что он же еще потом может играть, играть и играть. А вот для Игнашевича сейчас вот красиво завершить свою карьеру. Слушайте, вы знаете, Игнашевич красиво завершает карьеру, когда, мне кажется, я еще ходил в институт. Ну, это шутка, конечно, я утрирую немного, да. Вот, но он красиво завершает карьеру уже очень много-много лет. И, скажем так, завистники ЦСКА, там, со стороны других клубов, наверное, уже где-то с 2010 года Сережу Игнашевич и братьев Березуцких провожают на пенсию. Скорей бы, скорее бы, скорее бы. Вот, но они прощаются, но не уходят, как в анекдоте. Ну, ничего, друзья. Так, если у вас, слушатели и зрители, есть вопросы, то обязательно пишите их нам сюда. 8-909-928-1-89-9. Ну, а прямо сейчас у нас Мишель Андраде, Мьюзика. У нас сейчас будут итоги. Алексей Мороз, корреспондент издательского дома «Спортэкспресс» в гостях. Алексей, ну, давайте, вот это вот слово «прекрасные итоги». Обобщим все успехи наших спортсменов или не успехи? Нет, наверное, если мы говорим об итогах, то, прежде всего, наверное, надо, стоит говорить, о чемпионате России, который завершился на днях, чемпионом спустя 14 лет стал московский «Локомотив». Во главе с Юрием Павловичем Семеном, кстати, вот о чем говорит, так сказать, опыт, да, если мы говорили о Сергее Игнашевиче, Юрий Павлович Семен, ему исполнилось 71 год. Хотя он говорит, ребята, если я такой тренер, говорит, не заглядывайте ко мне в паспорт. И тем более, мне надо заглядывать в паспорт Сергея Игнашевича. Так или иначе, Юрий Павлович Семен, наверное, главный герой завершившегося чемпионата России, его «Локомотив» стал чемпионом, хотя в него никто не верил, даже сам «Локомотив» и сам, мне кажется, даже Юрий Павлович. Не было, да, у них таких амбиций. Вот, да. А вторым героем, наверное, стал Виктор Кончатенко. Его ЦСКА занял второе место. Все с теми же Игнашевичами и братьями Березуцкими, которые играют уже за ЦСКА около 20 лет, чуть меньше. В последнем туре, когда решалась судьба серебряных медалей, которые давали помимо самого серебра еще и прямую путевку в Лигу чемпионов, московские армейцы в тяжелейшем поединке очень переживали, волновались, наверное, лишней волны не было, переграли Анжи. И «Спартак» в это же время достаточно неожиданно оступился в матче с московским «Динамо», проиграл 0-1, проиграл причем полностью по делу. Сергей Карасев неожиданно достаточно ошибся очень сильно, не поставив второй пенальти ворот московского «Спартака». Но так или иначе, все хорошо, что хорошо заканчивается для «Карасева» в данном случае, потому что если бы «Спартак» после этого бы выиграл, конечно, было бы скандалище. А так вроде как на результат не повлиял, 1-0 «Динамо» победила. В это же время «СССР» в упорнейшей борьбе, повторюсь, обыграл Анжи. Говорят, в перерыве был очень серьезный разговор Виктора Гончаренко с игроками. Была в этот момент сломана доска, на которой чертится... Надеюсь, не об кого-то. Надеюсь, тоже не об кого-то. Слово взяли все те же наши старики, Игнашевич, братья Березуцкие, Акинфеев, все эти, возможно, ребята, мы еще увидим на «Пяте мира». Взяли слово, но все равно, чем ближе был «Свисток», тем боялись упустить вот это преимущество. Я думаю, если бы у «СССР» не было бы вот этого вот мандража, хотя оказалось бы такой опыт глобальный, то было бы все намного проще. Так или иначе, победили. 2-1 «СССР» в Лиге Чемпионов. Третья корзина. Будет очень интересный Евросезон, в этом не сомневаюсь. В то же время у «СССР» есть определенные потери. Наверное, самая главная потеря для болельщиков, конечно, «Понтус Вербум». Это такой швед-викинг скандинавский Винни Джонс. В Англии таких называют «Guys with Big Balls». Даже дети слушают, да? В переводе «Парни с железным характером», скажем так. Он уходит. Когда уходил, многие плакали, в том числе и сам «Понтус». Это, конечно, потеря. Он потрясающе энергичный человек. Красивый. Помимо того, что... Я не могу судить о красоте мужчины, слава богу, наверное. Наверное, такие нравятся женщинам. Но он действительно нравился и мужчинам в хорошем смысле этого слова, потому что он был невероятно боевой. И, ну, как я уже сказал, про «Боллс» и характер. Что-то у нас, знаете, в каждом выходе про мячи. Надо, ребята, выходить и разминаться с мячами. Мы, кстати, сейчас делаем паузу, во время которой вы можете размяться с мячом, а потом вернемся и продолжим разговор на тему футбола. В прошлом выходе мы с вами так интересно начали говорить, и вы сказали про Семина, что такой опыт у человека, что вот именно этот опыт привел команду к победе. Бывает так, что у тренера есть опыт, да? Но это ведь не основное. Должны быть еще какие-то качества, которые именно простимулируют команду. Конечно. Тренер клуба – это, во-первых, прекрасный стратег, но в то же время он должен быть не менее прекрасным психологом. Семину удалось невозможно. Он объединил многих так называемых сбитых летчиков, то есть чья карьера, казалось, уже давно там закончилась. Он смог из них делать команду. Когда в локомотиве оказался Игорь Денисов, все говорили, вы берете Игоря Денисова, это же инфанти-райбл, инфанти-рибли российского футбола. Зачем вы это делаете? А что с ним не так? Он конфликтный? Он конфликтный достаточно человек, но он не конфликтный, как сказать, он прямой человек. Он говорит действительно все то, что думает, и зачастую многие это воспринимают как оскорбление. Ровно по этой причине Игорь Денисов сейчас не вызывается сборной Черчесовым, и уже не вызывается достаточно давно. Этот конфликт длится еще с тех времен, когда Черчесов возглавлял «Динамо». Денисов, несмотря на то, что он является бесспорно лучшим, наверное, опорником среди россиян за последние лет 10, лет 7 назад, может быть, даже был лучшим игроком вообще чемпионата России, Денисов приглашение в сборную не получит. Так или иначе, Юрий Павлович нашел к нему какой-то подход определенный, и Денисов стал не только частью коллектива, он стал капитаном команды «Локомотив». И когда я потом смотрел награждение железнодорожников золотыми медалями, я увидел плачущего Денисова. Казалось бы, вот оно, ужасное дитя российского футбола, но оно плачет. Он действительно получает эмоции, что он еще может. Совершенно потрясающе он перезапустил карьеру Фернандеша, который, когда Юрий Павлович Семен пришел в «Локомотив», Фернандеша отправили в дубль, во вторую команду. Он его увидел, он говорит, слушайте, мне надо несколько дней, чтобы поднять его физические кондиции, он будет звездой. Действительно, Фернандеш стал настоящим лидером «Локомотива». Именно лидером, может быть, не столько по духу, им гораздо скорее всего был Денисов, а именно лидером на поле. Он очень техничный человек, с такой техникой в российском футболе, сейчас в российском чемпионате считанное количество игроков. Он совершенно так же воскресил непонятным образом фарфана. Человеку тоже 33 года, однако начал забивать, и забивать почти в каждом матче. Вышли на новый уровень братья Миренчуки. И вот такой сплав определенной, как говорится, молодостью и опыта привел «Локомотив» к золотым медалям. Повторюсь, этого не ожидал никто перед началом. Я не знаю ни одного человека, кто бы перед началом турнира ставил на «Локомотив». А вот приходили даже ваши коллеги и говорят, что когда были там какие-то летучки, у них говорили, ну вот мы тут должны не вылететь, то есть о победе не шло речи, то есть они даже сами не ожидали, что в какой-то момент они так выстрелили. Конечно, конечно. Более того, не все гладко было внутри коллектива, там все-таки были какие-то определенные поползновения, недоговоренности между руководством и главным тренером, были какие-то такие внутрикомандные трения. Но когда побеждаешь, побеждать всегда просто. Мне тренер говорил в свое время, побеждать всегда просто, потому что никто не ссорится, все объединены какой-то общей идеей, общей задачей, которой двигаешься там золотым медалем. Вот проигрывать очень сложно, потому что всегда находятся виноваты. Виноваты, естественно, не ты, кто-то другой, там Вася, Петя, там Маша, там тренер главный, помощник. Болельщики. Болельщики, естественно. Всегда начинается поиск виноватых. «Локомотива» в этом сезоне виноватых нет. Что будет в следующем? Ну посмотрим, поживем, увидим. А там вот до того, как «Локомотив» себя так проявил, претендовал «Спартак». Ну «Спартак» в том году стал чемпионом. Естественно, он был претендентом и в этом сезоне. Но «Спартак» тоже достаточно долго шел к этой цели. «Спартак» не был чемпионом еще больше. Он был чемпионом до прошлого сезона, последний раз в 2001 году. То есть он ждал этого чемпионства 16 лет. И то, что Масима Каррера сделал «Спартак» чемпионом, конечно, он в Болельщике уже ему сотворили нерукотворный памятник. И я думаю, что до рукотворного тоже рано или поздно дело дойдет. Какой-нибудь бюст ему рано или поздно где-нибудь на арене в Тушино поставят. Вот. «Спартак», естественно, на вот этих вот эмоциях достаточно неплохо начал сезон. Но потом несколько досадных ошибок. Вот. Вроде той, что был в последнем туре с «Динамо». «Спартак» очень много теряет очков с командами, которые априори слабее его. Может быть, они выходят уже... Ну, раз мы чемпионы, сейчас-то мы их быстренько обыграем. Так было с «Уралом», так было с «Динамо». Было еще несколько матчей, когда «Спартак», ну, совершенно непонятно, раз ли его с «Локомотивом» был матч. Вели 2-0, если я не ошибаюсь. Потом раз-раз удаление и в конечном итоге проигрывают. Да, это было, кстати, возможно, переломным матчем для «Локомотива». Они действительно после этого матча поверили в себя. «Спартак», да, шел неплохо. Я говорю, но болезнь его, это уже долгие-долгие годы, очень много теряет очков с командами из нижней части таблицы. С чем это связано? С самоуверенностью, с сложностью игры первым номером, когда против тебя играет команда, которую автобус ставит у своей штрафной площадки. Сложно сказать. Это надо быть, наверное, внутри коллектива, тренеру, в любом случае, спартакскому Массиво Каррари виднее. Вот. И самое интересное, вот этот вот постчемпионский синдром, который был в этом году у «Спартака», какой он будет у «Локомотива». Друзья, я еще раз напоминаю, что вы можете задать свои вопросы нашему гостю 8909-928-1-89-9, в WhatsApp, Viber, SMS, сообщения. Ну, а мы скоро к вам вернемся. «Страна ФМ» и «Спортэкспресс» представляют «Стране о спорте». Лайв. Действительно так. Мы на телерадиоканале «Страна ФМ» целый час по вторникам говорим о спорте. Сегодня у нас в гостях корреспонденты корреспондент издательского «Дома Спортэкспресс» Алексей Мороз. Еще раз доброе утро. Ну, вы знаете, мы так по 50 раз все здороваемся. Это у нас заведено, так. Мы хорошо идем вот так вот по порядку. Мы уже поговорили про «ЦСКА», мы поговорили про «Локомотив», мы проговорили про «Спартак». А вот самый наш богатейший, вот этот вот славящийся своими трансферными транзакциями, два сложных слова, да. «Зенит» — наше достояние народное, да. Ну что, «Зенит» покинул очередной тренер «Манчини». Мы вот, честно говоря, иногда в плане футбола говорим, что вот в Европе там совершенно все по-другому, там такие тренеры, там такие футболисты. Но вот приезжает «Манчини» в Россию. У него клуб, ну, который по именам способен как минимум бороться за чемпионство. «Манчини» становится пятым. Роберт Манчини. Вот, естественно, с ним разрывают контракт. Роберт Манчини сильно этому не сопротивлялся. У него был прекрасный запасной вариант со сборной Италии. Практически сразу, да. Не практически сразу. О том, что Манчини окажется в сборной Италии, слухи ходили еще там полгода назад. И вот Манчини в интервью сказал, что о том, что я покину «Зенит», я принял решение три месяца назад. Наверное, три месяца назад он уже был уверен, что возглавят сквадро «Адзуру», как называют итальянскую сборную. А почему он так мало продержался, что ему у нас тут холодно? Если нет результата, нет результата, нет работы. Тут все очень просто. Тренер требует всегда одного, чтобы ты давал спортивный результат. Но «Зенита» — это, конечно, удивительная совершенно команда, которая, обладая безумным трансферным бюджетом, ну, первым в стране, никак не может добиться результата в последние годы. По-моему, уже третий раз они вне Лиги чемпионов. Это, конечно, очень забавно. Причем сейчас рассматривается кандидатура Сергея Симака. Я к Сергею Богдановичу отношусь с нескрываемым уважением, с очень большим уважением и по человеческим качествам, и по футбольным. Мне бы очень хотелось, чтобы «Зенит», наконец, сделал шаг в сторону российского тренера, которого, по-моему, не было со времен Петра Желла. Там был небольшой срок у Анатолия Давыдова, который тоже мне дали поработать. Многие говорят, а если мы возьмем российского тренера, к нему не поедут качественные футболисты из Европы. Почему это? Ну, не поедут тому, что... Ну, а к кому ехать там, условно? Вот к Манчине они готовы поехать. К Вилошу Боушу, значит, качественные футболисты готовы поехать. Вопрос. А почему они туда не едут? Потому что, если вы считаете качественными футболистами тех, кто приехал и занял 5-е место в чемпионате России, ну, это некачественные футболисты. Вы понимаете? Вот, допустим, Дзюба Артем, он был качественным футболистом в Ростове, он был качественным футболистом в Спартаке, он был качественным футболистом, когда только перешел в «Зенит». Он качественным футболистом являлся и сборной России, он сейчас едет на чемпионат мира. А у Манчини он оказался некачественным футболистом, он оказался в Арсенале. И в конце концов забил «Зениту гол». Вот. Шатов у него тоже оказался некачественным футболистом. Хотя он был прекрасным и в Краснодаре, здорово выступал в Анжи, в Зените до прихода Манчини. Так может быть, если у тебя столько некачественных футболистов оказалось, может быть, стоит задаться вопросом, а такой ли ты качественный тренер? А может быть, он был слишком мягкий, такой по-европейски? Слушайте, я не знаю, Манчини не представляется мне мягким человеком. Мне кажется, просто эти менталитеты, они достаточно разные. Ну, вот опять-таки, Юрий Павлович Семин нашел какой-то ключик к сердцам своих футболистов. Хотя все они очень разные. Какой же он идеальный тренер Зенита? Идеальный тренер Зенита. Ну, давайте вот смотреть. Юрий Павлович Семин, он идеальный тренер для Зенита? Нет, он не идеальный тренер для Зенита. Потому что Юрий Павлович, это прежде всего локомотив. Мы говорим партия, подразумеваем Ленин. Мы говорим Ленин, продолжаем партия. То же самое Семин и локомотив. Мы говорим Семин, подразумеваем локомотив. Мы говорим локомотив, подразумеваем Семин. Семин, это тренер Локомотива. У него сейчас Лига Чемпионов. Нафига ему этот «Зенит», который в эту Лигу Чемпионов в очередной раз не попал. Сергей Богданович Семак. Очень здорово, потому что Семак умеет работать с футболистами, которые еще не стали звездами. «Зенит» в последнее время выбрал какую-то стратегию, что они делают только, покупают только уже готовый продукт. Но из полуфабрикатов доводить до какого-то определенного уровня. Люди, по-моему, там уже давно разучились. Не хотят, не ставят этих задач. Хотя раньше вся вот эта команда Денисова, Быстрова, Киржакова, Аршавина, Малафеева, все эти ленинградские ребята создали тот костяк, который позволил этому «Зениту» становиться чемпионами на протяжении нескольких лет. Как только этот костяк ушел, «Зенит» перестал брать чемпионство на какой-то постоянной основе. После этого они там один раз всего стали чемпионами. Но, тем не менее, руководство клуба делает ставку именно на приглашенных каких-то звезд? Я думаю, сейчас все-таки трансферный бюджет у них уменьшится. Все-таки на кризис пока еще никуда не ушел. Во-вторых, руководству клуба там тоже есть определенные поползновения и могут быть изменения, в том числе и в составе руководства, потому что, ну, пятое место для «Зенита» — это, конечно, полный провал, при том, что бюджет трансферный был достаточно неплохой. Вот. И в то же время «Зенит» впервые за всю историю своего существования там нет ни одного петербуржца-ленинградца. Ну вот. Вот. То есть раньше команда, которая была, ну, просто лицом города, лицом северной столицы, сейчас нет ни одного петербуржца-ленинградца. Я знаю, что многим болельщикам это не нравится. Вот. Ну, это понятно. А какой он идеальный тренер для «Зенита»? Вот знаете, вот мне кажется, как раз Сергей Богданович Семак был бы идеальным тренером для «Зенита», и у него могло бы получиться. Единственное, я попросил бы руководства «Зенита», если оно услышит, дать, конечно, Сергею Богдановичу хоть немножечко времени. Вот, допустим, «ЦСК», когда ушел один во многом идеальный тренер для «ЦСК» Леонида Витриевича Луцкина, который «ЦСК» выиграл три чемпионства, нашел другого идеального тренера, Виктора Михайловича Гончаренко, который при возможностях, который в десятки раз уступает «Зенитовским», второй год подряд попадает в Лигу чемпионов, занимая второе место. До первого не хватает чуть-чуть, посмотрим, что будет в следующем году, хотя в следующем сезоне. Хотя в следующем сезоне тоже возникают вопросы, очень много футболистов уходит из «ЦСК», совершенно точно уже уходит, как я сказал, Понтус Верман, совершенно точно уходит Георгий Миланов, с большой долей вероятности покинет Бибро Снатха, Сергей Игнашевич, Василий Алексей Березуцкий. А кто же останется? Есть, да. Понимаете, нет, как говорится, горя без добра, да? Нет худо без добра, да. У «ЦСК» в последнее время, чего греха таить, очень много сложностей с финансами, с финансами руководства Евгения Норчегинера. «ЦСК» сделал ставку на собственных воспитанников, и мы увидели, что, оказывается, в России тоже по-прежнему рождаются хорошие, интересные футболисты. Александр Головин за последние два-два с половиной года, когда он только дебютировал в «ЦСК», сейчас является одной из главных звезд всего российского чемпионата, и на чемпионате мира к нему будет особое внимание, в том числе и со стороны зарубежных клубов. Становится потихонечку такой звездой Федор Чалов. Он опять-таки вызван сборной, с большой вероятностью поедет на чемпионат мира. Абсолютно уверен, что и Костя Кучаев, еще один молодой воспитанник «ЦСК», поехал бы, наверное, был бы в составе кандидатов на поездку в чемпионате мира, но, к сожалению, порвал кресты полгода вне игры. Поэтому, как пелась песня, придут честолюбивые дублеры, дай бог ему лучше нашего сыграть, наверное, получат свой шанс Игорь Дюшенко, Жамалединов, получат свой шанс Хасонов, тем более в защите, понятно, будет определенный дефицит игроков. Вернут абсолютно в этом, не сомневаюсь, Чернова, вызовет Васин. Ну, в общем-то, как-нибудь да и доползут. Хотим поговорить о прогнозах на чемпионат мира 2018 года. Чего ждать, на что надеяться, чего опасаться? Ну, надеяться, конечно, на нашу сборную. Как еще классик сказал, у ней особенная стать, в Россию можно только верить. Только верить. А, кстати, вот почему вот в такой огромной, масштабной стране нет, вот нельзя найти людей, которые точно пойдут и точно выиграют? Ну, смотрите, у нас, во-первых, страна достаточно такая суровая, зимняя, побольше своей части, да, у нас там, где нету снега, где можно играть круглый год в футбол, у нас там, ну, совсем небольшой островок земли, да, причем это, в том числе, секундочку, это Кавказ, где традиционно все-таки братуха-борцюха, там все-таки не столько футбол, там боевые какие-то искусства, у нас очень много борцов оттуда. Краснодарский край, где и сейчас футбол, благодаря Сергею Галецкому, выходит на какие-то новые высоты определенные. Что касается, ты говоришь, манежей, крытых стадионов, тут момент какой? Основой любого вида спорта является его массовость. Чем больше детей кругом, круглый год будут заниматься тем или иным видом спорта, тем больше из них потом пойдут в секции. Условно, потом они пойдут там в какой-то там дюдж, там и так далее. Лионель Месси бы не стал бы Лионелем Месси, если бы, условно говоря, полгода он бы играл в футбол, а полгода он бы бегал в лыжные кроссы, как у нас иногда в футбольных школах в Сибири существует. Криштиану Роналду тоже бы не стал Криштиану Роналду, если бы он там полгода играл в футбол, а полгода там у бабушки, я не знаю, снежную бабу бы лепил с дедушкой. Понимаешь? Массовость футбола должна быть. Раньше она была, играли там и на снегу, и сейчас она, к сожалению, падает очень серьезно. У нас не так много регионов. То есть исторически все это обусловлено и объяснимо? Да, объяснимо. Другое дело, что все равно есть определенная массовость. В любом случае в 150-миллионной даже заснеженной стране футбол играет больше детей, чем в условной 12-миллионной небольшой стране вроде Хорватии или Бельгии. Но хорваты и бельгийцы сейчас уровнем выше сборной России, поэтому, естественно, какие-то реформы проводить необходимо. На что мы можем надеяться? Ну, прежде всего, конечно, задача минимум выйти из группы. С 86-го года, с чемпионата мира, с 86-го года сборная тогда еще Советского Союза последний раз вышла из группы в 86-м году. Вот, после этого прошло уже, сколько получается, 32 года. Много. Очень много лет. Вот. Ни разу сборная ни Советского Союза, ни позже уже России из группы не выходила. Министеринская страна в мир не выходила. А если мы сейчас сильно-сильно в них поверим? Вот прям сильно-сильно. Сильно-сильно поверить? Конечно же, мы верим. Надо обязательно приходить на стадион поддерживать. Я абсолютно уверен, что есть очень хорошие шансы выйти из группы, которых, возможно, в ближайшей перспективе мы больше и не увидим. Потому что я не уверен, что через 4 года у нас команда будет сильнее нынешней. Да, потому что во-первых, есть фактор своего собственного поля. Это болельщики, это определенный такой хайп вокруг сборной. Да, все будут поддерживать, все будут за нее переживать. Болеть. Вот на этой ноте мы, наверное, и будем закругляться. Друзья, переживайте и болельте. В гостях у нас Алексей Мороз был уже, да, корреспондент из Дальсельского дома Спортэксперс. Огромное вам спасибо. Друзья, спасибо большое за то, что слушали и смотрели и болейте за Россию. До свидания.